Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Забайкальской краевой филармонии прошло торжественное открытие Года литературы, который будет чережден президентом Российской Федерации Владимиром Путиным летом 2014 года в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению. В прошлом году в конце года указом президента был утвержден такой документ, как «Основы государственной культурной политики», в котором определено, что наше государство, наш народ должен сплотиться вокруг традиционных национальных ценностей, это духовные ценности. И, конечно же, литература – это один из ресурсов, который дает нам возможность приобщиться к этим духовным ценностям, стать причастным и к истории, к культуре, и к духовности народа. И поэтому вот такое громкое название «Год литературы» – это некая возможность приобщить и маленьких детей, и взрослых к различной литературе. У каждого она своя. И создать такие условия, при которых у каждого бы появилась потребность и желание. И настойчивое намерение взять в руки книгу, прочитать, приобщиться к автору, приобщиться к герою произведения, прожить и пережить некие чувства, которые не всегда возможно пережить в жизни. В открытии приняли участие творческие студенческие коллективы, ансамбль имени Николая Пудашкина, женский хор «Камертон», губернаторский оркестр русских народных инструментов и дипломанты Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». «Что творишь, холоп? Нихуда я творю. Значит, хочешь взлететь?» Ну, сейчас трудно сказать о том, кто является читающим. Наверное, если брать распределение по процентам, то мы ничем не отличаемся от других городов России. То есть есть люди, которые читают за поем, есть люди, которые вообще никогда не брали книгу. Наверное, это нормальная ситуация в наше время, информационные технологии лидируют. Но важно как раз, чтобы литература как часть культуры, как часть нашей истории, как часть духовного потенциала, неважно в каком формате, в виде бумажной книги или в виде электронного формата, она все-таки входила в жизнь людей, особенно молодежи и детей. Также в рамках открытия Года литературы в фойе Большого концертного зала была организована выставка «Забайкальская осень-50» и прошел первый флешмоб «Чита-Читай», в котором приняли участие более 30 человек. Я не знаю, насколько это значимо для остальных, но могу сказать, что это для меня и моих друзей это очень значимо, потому что в Чите не очень много мероприятий, где можно действительно каким-то молодым талантом, людям, которые любят литературу, прочитать стихотворение и показать себя. И я очень обрадовалась, когда узнала, что есть такая возможность прочитать где-то любимое стихотворение, и вот решила принять участие. Да, конечно, ты не придешь ко мне. Дело будет даже и не в войне, не в огне и не в тишине, даже если появится всадник смерть на гниющем своем коне. Год литературы стартовал. В планах у правительства – проведение конференций, круглых столов, выставок, литературных вечеров. Только очень жаль, что такие планы не появлялись раньше. Анастасия Дремова, Илья Татауров. Специально для Забонфорум.